меня слышно хорошо да слышно да всем здравствуйте у меня такой вопрос я вот включил послушать а на что будет начисляться доходность вот на какие деньги то есть и каким образом деньги попали туда собственно грибы начисляться доход максим прибыль будет начисляться на те циферки насколько я понимаю правильно правильно вот я об этом же то есть люди же ждут начисления доходности на те деньги которые как они думают инвестировали понимаете дальше я говорю а мы постоянно сталкиваемся с тем что деньги передавались наличными в руки или переводились кому-то на банковскую карту а человек который представлялся консультантом говорил что эти деньги он отправит на счет ну вот и если например взять последний пример да вот практически пример когда консультанты задают вопрос человек который перевел ему на карту деньги полтора миллиона ему ждет вопрос а вот слушай подскажи рассказал что ты мои деньги отправишь на счет вот и финансовый консультант через себя деньги попадут на так называемый волшебный счет. Вот я тебе деньги перевел, а что ты с ними дальше сделал? Ответ следующий, ну я же тебе евро перевел. И тут же он начинает говорить, а какие евро? Это же внутренние евро, это же не деньги. Ну я же тебе перевел внутренние евро, все. И тогда говорят, а с деньгами ты что сделал? Ты же сказал, что ты мои деньги отправишь на счет. А что ты дальше с этими деньгами сделал? Ответа на этот вопрос нет. То есть человек боится признаться, что он эти деньги оставил себе. Или передал кому-то. Понимаете, это ведь основной вопрос. Когда человек говорит о том, что твои деньги попадут на волшебный счет, вот я финансовый консультант, да, посмотри на меня, я уже так много раз делал, ты через меня можешь завести. Я эти деньги отправлю на счет, ты через меня их заведешь. И он берет эти деньги себе. Или принимает на свои реквизиты, или дает реквизиты третьих лиц для перевода, как очень часто бывает. Соответственно, на что будет начисляться доходность, если деньги у физика, который, естественно, не ответит на вопрос, что он сделал с деньгами. Это же основное и самое главное. То есть о какой доходности постоянно говорят, если деньги в компанию не поступали. И потом, в какую компанию поступали деньги. Все три Гермеса ликвидированы. Гермес Финансы – это оптовая компания. Всем это давно известно. Счет Виста открыть в оптовой компании нельзя, потому что счет, который презентовали на так называемой презентации международнейшего холдинга, инвестиционный, расчетный, накопительный, передается по наследству. Такие счета могут открывать только банки. Как можно открыть в оптовой компании такой счет? Это то же самое, Андрей, что мы с вами сейчас организуем ООО, которое будет называться Андрей и Максим. Возьмем, сделаем основной вид деятельности – оптовая торговля. И будем рассказывать всем, кто сейчас здесь сидит, о том, что в нашей ООО, которая занимается оптом, неважно чего, можно открыть счет перспектива. Виста же, как говорил Василенко, переводится перспектива. И если в этот счет инвестировать деньги, открывать этот счет каждому физику в России, только да, пускай будет Россия, то доходность по этому счету будет 20% годовых в рублях. А для того, чтобы этот счет открыть, нужно просто зарегистрироваться на сайте, домен которого расположен в России. Есть люди, наверное, которые в это поверят. Ведь они поверили в историю с евро. Просто история с евро звучит убедительнее, чем история с рублями. Но согласитесь, Андрей, мы же этим людям будем врать. Мы же не сможем в оптовой компании открыть счет, который будет приносить 20% годовых в рублях. Здесь примерно то же самое. Юридическое лицо, которое занимается оптом, говорит, что во мне что-то там открывается. Ну или люди, которые вообще юридически к этому юридическому лицу не относятся никак, но позиционируют себя как финансовые консультанты международнейшего холдинга. Говорят о том, что у физика из России посредством передачи этим консультантам денег что-то там где-то откроется. А потом они говорят, ну я же тебе евро перевел. А потом они говорят, ну я такой же, как и ты клиент. Я не консультант, я такой же, как и ты клиент в первую очередь. Я тоже пострадал. Я тоже жду. Надо подождать. Но по факту, один деньги получил, а второй получил внутрянку, которая в другой пирамиде называлась по-другому. В Антаресе называлась Антарес доллар. Они тоже говорили, мы переводим внутренние доллары. А здесь называется евровиста. Понимаете? Вот на что будет доходность начисляться, если деньги взял физик в руки? Так очевидно, что с этого физика и взыскиваются деньги потом. Посредством иска, да, о неосновательном обогащении. Это самый простой путь. Потому что договорных отношений между этими физлицами нет никаких. Так на что будет доходность начисляться? Вот люди ждут доходность. И каждый человек, который ждет ту или иную доходность, он ждет, потому что ему консультант, которому он деньги отдал в руки, сказал, что нужно подождать. Что компания все восстановит. Это какая компания? Что установит? Значит, Максим, прерываю ваш монолог. Смотрите. Значит, я в одном из буквально самых первых видео озвучивал ключевой вопрос. Значит, вы все повторяете тезис про оптовую компанию. Когда я открывал счет Виста, никакой оптовой компании в помине не было. Была инвестиционная компания Гермес Менеджмент, зарегистрированная в Белизе, имеющая лицензию. На тот момент оптовой компании не было. И, как я сказал, то есть регулярно компания Гермес публиковала отчетность. Конечно, к тем отчетам, которые они публиковали, много вопросов. Я тут не буду спорить. Согласно последнему отчету, якобы на счетах компании Гермес должны быть там миллиарды долларов. То есть ключевой вопрос, действительно ли действительно ли вот эти цифры, которые находятся на счетах Виста, подкреплены какими-то реальными активами, скажем так. Конечно, вы часто повторяете вот этот тезис, что когда консультант передает, продает свою внутрянку, деньги в компанию не поступают. Я согласен, но я знаю случаи, когда люди отправляли деньги напрямую в компанию банковским переводом. Или когда работали... Что? Инвойсами. Инвойсами, да. Плюс какое-то время... Можно я закончу? Какое-то время работала система AdvoCash, когда она работала, я лично и вводил, и выводил средства через систему AdvoCash. То бишь, было время, когда в компанию поступали деньги, минуя всякие обменники и так далее. И то, что вы говорите про именно работу с внутрянкой, я согласен, мне эта схема никогда не нравилась, именно потому, что здесь нормальная компания должна сама озаботиться о вводе и выводе средств, а не перекладывать это на плечи физических лиц, что, собственно, и происходило в последние годы. То бишь, подведу итог. Получается, если за вот этими циферками, которые на счетах Vista стоят какие-то реальные активы, то прибыль должна начисляться именно на эти активы, которые якобы существуют по согласно отчетам компании Гермес. А если никаких активов нет, то есть это все фикция и получается это просто циферки, это доходность виртуальная, просто мы нарисуем прибыль на виртуальные циферки, вот и все. То есть тут как бы я даже и возражать не буду в этом случае. Андрей, смотрите, что самое главное во всей этой истории, что меня интересует. Когда мне консультант, например, Лариса из Ростова рассказывает, что счет Vista открывается в компании Гермес MLP, но она не знает, что LP аббревиатура это товарищество на вере, и что в товариществе на вере никакой счет расчетно-инвестиционный накопительный открыть невозможно. Потом тебе говорят, что появилось новое юрлицо, только не говорят, что появилось новое юрлицо, а что прошла некая реорганизация. То есть, понимаете, в чем проблема всей этой финансовой пирамиды заключается? Проблема заключается в том, что люди передавали одну и ту же информацию, пытаясь ее приукрасить, чтобы клиент раскошелился. Но если им задавали какие-то вопросы неудобные, а что такое неудобный вопрос? Вот мне человек делает презентацию международного холдинга. Я ему конкретно говорю, у вас точно холдинг? Да, у нас международный холдинг. Я ему выкатываю определение холдинга, задаваю соответствующие вопросы. Все, что я получаю в ответ, у нас другой холдинг. То есть, человек не понимает, о чем он говорит. Здесь примерно то же самое. То есть, я прекрасно понимаю, что никаких счетов нет. И то, что мы называем счетами, это, ну, это такое, знаете, вот, это перспектива. Да, давайте называть это как есть перспектива. Простые вещи, они вот просты во всем. И деньги, исходя из того, что они ходят по рукам и по физикам, естественно, ни в какую компанию не попадали. И, естественно, за деньги будет отвечать тот, кто брал их в руки. Так тот, кто брал их в руки, он их тоже ведь ни в какую компанию не отправлял, а человек, который ему передавал, что он ждет от компании, тем более от ликвидированной. И о каких активах мы можем говорить, если все три конторы, мало того, что ликвидированы, за ними по большому счету ничего и не числилось. Вот как быть в этой ситуации? Даже Гермес менеджмент, о котором вы говорили, который имел лицензию, да он на боку лежал, а деньги переводились за покупку образовательных услуг, там никакой инвестиционной деятельности не было. То, что была лицензия у организации, ну и что она была, но организация на боку лежала. Вот и все. А потом уже без всяких лицензий просто Гермес, товарищество на вере, Гермес, финансовая, вот это вот, финанс, это оптовая компания. Ну и, собственно, все. То есть даже не стали усложнять. Просто была вот эта байка про британское законодательство. То есть, понимаете, вы же помните, наверное, я вам аудиосообщение переслали вам от меня, да, что вы можете участнику, значит, вашего чата перевести деньги на карте, а он вам просто расскажет красивую историю и на офисном калькуляторе наберет циферку и будет вам фотографию, значит, присылать, каждый раз меняющиеся цифры на калькуляторе и у вас будет доступ к деньгам 24 на 7. Можете смотреть на эти якобы ваши деньги. Но это будут цифры на калькуляторе. Понимаете, здесь же то же самое все. Вы же деньги человеку на карту перевели. И так это и работает. То есть, людей в наглую ведь обманывают. И поэтому вопрос консультанту, что ты сделал с деньгами, которые ты сказал, что отправишь, и консультанты говорили именно, что деньги отправятся на волшебный счет. Отправятся. Твои деньги будут отправлены. У меня есть клиентка, которой сначала счет открыли, якобы у нее уже есть деньги, а потом она сделала переводы. И таким образом люди получили 2,5 миллиона. Сейчас на них на каждую будут подаваться в суд. Ведь никакого счета нет. Но вы же, Андрей, прекрасно понимаете, что это такое. Ну, еще раз. Вы говорите, никакого счета нет. Допустим, у каждого из нас есть мобильный телефон. И есть счет мобильного телефона. Мобильный телефон является банком? Нет, не является. Но, тем не менее, у нас есть баланс мобильного телефона. То есть, счетом можно называть разные вещи. Какому виду счетов относятся счет-виста тогда? Разные виды счетов. Вот вы можете ответить, счет-виста, какому виду счетов относятся? Может, это субсчет? Что это? Это внутренний счет компании гермес я так я так это определяю нет компании гермес какой финанс например в оптовой компании можно открыть счет только юрлиса на него на него будут отправляться деньги там по каким-то автовым контрактам пожалуйста ну как вы откроете физику из россии там счет через регистрацию на сайте домен которого расположен был в россии который был заблокирован подождите есть кошелек paypal которым я пользуюсь он находится за границей почему я физик находящийся в россии не могу открыть счет где-то в зарубежной компании у меня есть не вижу противоречия то есть если секунду смотрите я зарегистрировал на некоторых зарубежных брокерах и что то есть у меня там есть счет компанию брокера несравнимые вещи или товарищества еще раз повторяю я когда заходил гермес менеджмент не было никакой оптовой компании потом появилась потом появилась да да я согласен что я согласен что для меня это выглядело как мухлёж я согласен мухлёж построены на финансовой безграмотности людей вы думаете что у меня же есть большое под общение с так называемыми директорами ни один директор который проводил презентации не один так называемый топ лидер компании не маланчук не таран или не шабалин никто не смог ответить даже на простейшие вопросы именно после этого запретили консультировать по телефону только в офис приглашается только в офис приглашайте никаких консультаций по телефонам там все все понимаете потому что человеку который не будет задавать каких-то вопросов уточняющих и на который не получится ответить ну такого человека вот сложно будет как-то вовлечь во все это а человек который поверит защиту британского законодательства самое надежное мире поверить что счет инвестиционный а он не инвестиционный понимает и так далее и так далее это уже было после того как пропала лицензия но тем не менее все равно говорит что компания инвестиционная финансово-аналитическая управляющих хэдж фонд как только не называли я что-то где не слышал огромное количество консультантов меня пыталась консультировать по этому вопросу и все сводилось к тому что деньги лучше заводить через консультанта передавать ему и вот сейчас люди ждут деньги обратно они прям очень хотят свои деньги потому что это были кредиты в основном кто-то закладывал квартиры дома земли все что было потому что консультанты говорили что все будет хорошо окей и деньги передавали консультантом хорошо максим у нас получается беседа по кругу коллеги есть что-то добавить возразить максиму пожалуйста да вопрос можно задать максиму да ну несмотря на то что уже было сколько квитанции давчат предоставлено о том что были банковские переводы вы все равно это упорно отрицаете я думаю это уже ну и стоит даже обсуждать инвойс в том числе образовательные услуги а почему новый договор вообще читали там два пункта образовательные услуги образовательные услуги и инвестиционный разобрался договор на ю тубе он есть в открытом доступе от и до отлично я я очень рада у меня вопрос другого характера я вот именно так и сказала что эту тему по кругу обсуждать нет никакого смысла вы отрицаете очевидно ладно хорошо пусть так наличие квитанции наличие банковских переводов за что банковских переводов по соглашению сторон человек захотел сделать банковский перевод ну он же сам захотел он договор читал а человеку что это преподнесли как инвестиции или как образовательность преподнесли есть документ сел прочитал подписал или не подписал что значит при один слент лет изначально консультанту как инвестиции или как образовательные услуги я не знаю тоже от консультантов зависит от людей как они услышали не поняла а как они услышали не услышали так как преподнесли им консультанты консультанты преподносили это как управляющую компанию хэдж фонд вы сейчас хотите сказать что все клиенты какие-то умственно отсталые что читать не умеют считать не умеет у них нет доступа в интернет они не могут зайти на youtube или где там ваш ролик и посмотреть разбор который увлекали других так называемых клиентов это те самые топ директора а из клиенты ну вот они вообще не понимали в чем дело и нереально можно считать что их просто вот развели потому что они финансово безграмотные хорошо так у меня у меня вопрос другой вот поэтому уже вашу вашу версию мы поняли все мы все поняли ничего не было переводов не было банковских счетов не было ничего не было инвестиций не было забирайте там где кому отдали можно мы можем как-нибудь с вами разговаривать чтобы друг друга не перебивать а я вам дала сказать может быть вы мне дадите сказать да я вообще его никуда не уважаю вам хочу другой совершенно вопрос задать а вы крутите по кругу одну и ту же тему задаю вам вопрос как вы как вы презентуете то есть себя как кредитный юрист что вы оказываете помощь людям в том чтобы там составить заявление и получить деньги по неосновательному обогащению правильно у нас юридическая компания которая в том числе с конца 2019 года оказывает хорошо понятно а скажите пожалуйста вы в ходе вот но предварительно какой-то беседы или там не знаю предварительной консультации с клиентами вы им говорите о том что есть риск что иск будет неудовлетворен значит когда клиент меня спрашивает первую очередь какие гарантии я ему объясняю что согласно конституции суды и судьи российской федерации является независимым я у нас руководящий процесс понимаете да и соответственно него никто не влияет если вам юрист говорит что вам сто процентов выиграет дело она сто процентов выигрыш на него нужно уходить потому что он говорит я в обход конституции влияю на судью понимаете но у нас есть положительная практика тем не менее на которую хочешь не хочешь что внимание обратят мы и прикладываем и у нас то практика с конца 2019 года потому что совершенно неважно как называется пирамида проект уже брокер же как важно только одно как вы потеряли деньги вы кому-то перевели на карту банки либо вы кому-то передали это единственное что имеет остальное и от этого вопрос да вы ответили спасибо я вот совершенно согласна что нужно обязательно все варианты обязательно озвучивать клиенту то что может быть вот так ну можно вы меня не будете перебивать да что ж такое я вас внимательно слушала вы меня тоже внимательно послушайте пожалуйста спасибо большое заранее очень хорошо я с вами полностью согласна что нужно обязательно все варианты озвучить клиенту что может быть вот так может быть вот так то что вы прикладываете какую-то практику опять началось максим вы умеете диалог вести не монолог если бы вы позвонили по номеру горячей линии которые у нас некоторые люди бесятся от того что мы на юридическом языке подробных коррозовы они говорят объясните попроще игры нет не могу попроще и буду объяснять вот так чтобы вы потом в конце сказали есть у вас ко мне вопрос или нет я буду на вопрос я еще даже его задать не успела вы уже говорит что ответили так вот у меня вопрос есть ли такая вероятность ну какая-нибудь 001 там сотая тысячная в вашей голове есть ли такая вероятность что окажется что человек действительно завел эти денежные средства там по банковским переводам инвойсом еще каким-то образом и что он в суд предоставит эти документы либо что компания сама предоставит документы о том что у нее есть наличие актива о том что там есть лицензии или еще что-нибудь вы такую вообще вероятность предполагаете но можно вы меня не будет перебивать но давайте по очереди на ваш вопрос уже ответить сразу на ваш вопрос отвечайте на примере дело которое было выиграно в набережных челнах все-то не уже знают после того как мы выиграли заочным решением отвечу пришел от заочное решение отменить и нанял профессионального адвоката адвокат выкатил суд всю схему обмена внутрянки на рубли кабинетами и так далее и так далее тогда естественно никто ничего не удалось потому что мы сделали только понимали если вы говорите вот то что вы меня спросили я хочу вас уточнить за последние два года или 3 да если человек за последнего два-три года предоставить метанты что что-то уходило в компании в ликвидировали да вы об этом не спрашиваете ну например об этом разные могут быть варианты возможно 0 0 на 0 одну сотую значит не допускаю что кто-то из тех кто передавал денежные средства на ликом и безналом что-то подобное предоставит этого просто нет этого не существует сколько этого нету до этого нет ну то есть вы вообще отрицаете такую возможность и клиентам именно так об этом и говорите это вы о каком кстати деле говорите на 500 тысяч которые набежных челнах недавно вот было но нет вы о каком-то конкретном говорили я уточняю об одном и том же деле думаем или разных хорошо а вы в курсе да что там операцию апелляционные жалобы подано уже все уже все заочное решение уже ну ладно не буду с вами спорить может быть на разных каких-то процессов послушаем и деньги взыскали поисковым полном объеме вы все сказали могу я говорить ну я же сказала может быть мы разных делах говорим я уточнила поэтому какое именно дело я не знаю какой у вас вот и поговорили я же вам не так совершенно вопрос задала да что ж максим можно как-то по очереди микрофон что ли включать я не могу так разговаривать я просто могу сразу на ваш какой-то вопрос ответить как я вам сразу конкретный вопрос задала то есть вы так и говорите клиенту что такое невозможно что вы проиграете потому что не может быть такого что предоставят какие-то документальные подтверждения вы так говорить клиенту я такого не говорю клиенту но вы сейчас это так сказали я клиенту говорю конкретно книги на карту переводили он говорит до налички передавали да узнаем обстоятельства и решаем можно с этим работать и работаем хорошо а вывод то есть вы вообще не допускаете да такой вариант что может быть какой-то отказной материал выиграем мы супер и проиграть да да именно это да я же вам сказал что про независимость но при клиенту объясняю понятно а если допустим решение даже сиск удовлетворять вторая сторона ведь имеет право подать сперляцию мы все это обсуждаем мы говорим о том что ответчик может нанять защитников от истики прецеденты пока это не приводит со стороны отлично но тем не все можно говорить спасибо большое максим то есть если все-таки предположить что каким-то образом компания предоставит например документы подтверждающие наличие активов тогда вся теория о том что то что что вы мне дадите сказать или нет любая против которой вы подаете в суд вы же сказали вам без разницы как называется вы сказали вам без разницы как называют компании вы алена алена никто против компании никакие иски не подает иски подают определенным физлицам про какую компанию вы говорите хорошо я говорю если человек физлицо предоставит документ от компании какой-нибудь какую вы имели в виду в своем иске любой человек предоставит такой документ он не имеет никакой силы вообще смотрите алена дело в том что когда вам человек перевел деньги на карту то уже как бы все что он предоставит за наш опыт работы огромный ни один человек еще нам не предоставил никакого документа вы вопрос задаете по 105 кругу что если человек якобы предоставит вам какие-то документы за мы работаем 2019 года с разными пирамидами и никто никогда нам не предоставлял никаких документов то что вы рассказываете шлете постоянно один вот этот вот какой-то скриншот этого инвойса нулевого который там написано четко оплата за образовательные услуги поэтому как бы ну как вы это о каких инвестициях речь и как вы это хотите прикрепить доказательной базе это просто мы вам бесплатную консультацию даем потому что если вы активная такая консультантка скорее всего к вам будет большое количество вопросов давайте алена я объясню вам проще чтобы у вас было понимание на вашем примере если кто-то вам алена переведет деньги вот вы презентуете кому-то международный холдинг как финансовый консультант расскажите о волшебном счета виста и вы деньги примете на свою карту и вы от этого человека потом перегнав ему внутрянки из кабинета в кабинет если этот человек придет нам вы нам суд проиграете это вопрос времени вы его проиграете я ответил на ваш вопрос у меня вопрос следующий как вы можете прокомментировать допустим поручение на оплату либо устную форму сделки почему не об этом именно об этом идет речь человек оплату не работает вообще никак вы ничего никуда не оплачиваете вы как консультант когда деньги взяли что вы с ними дальше сделали вот ответ на ваш вопрос что вы дальше сделали с деньгами вот вы презентовали человеку компанию взяли у него деньги наличными сказали что они появятся у него на счету что вы дальше с деньгами сделали вы вы лично мне сейчас вопрос задаете или просто гипотетически лично лично я в руки деньги ни у кого не брала на карту не принимали Нет, конечно. Давайте у консультанта спросим у какого-нибудь. Какой-нибудь консультант сейчас сидит здесь. Так я у вас хочу спросить. Вы же взяли слово, вы же выступаете. Я спрашиваю у вас. Я чувствую, что у вас большой опыт. Я спрашиваю, как вы это прокомментируете. Да вы помолчите сегодня, нет? Да вы не переживайте так. Вы задаете глупые вопросы, на которые ответы уже есть. Ну вы тогда помолчите и дайте свой умный ответ. Дослушайте вопрос до конца, а потом дадите свой умный ответ. Я вам дал ответ. Я ответил на ваш вопрос вопросом, что консультант сделал после того, как взял деньги в руки. А я вам другим вопросом тогда отвечаю на ваш вопрос. Для чего человек передал деньги? Для чего человек, с какой целью он передал деньги? Зачем? Он что-то думал, что-то хотел, что-то предполагал. Был введен в заблуждение, мечтал. Зачем он передал деньги? Он поверил в эту сказку. Вам же виднее, вы же презентации проводили, вы же консультант. Вы не знаете, как ваша презентация проводится. С какой целью, какая была задача у человека, когда он передавал деньги? Он что хотел сделать? А какая задача у консультанта была? Вы вопросом только отвечаете, вы ответьте ответом. Конечно, конечно. Я вам отвечаю как консультантом, потому что вы знаете ответ на этот вопрос. Нет, я вам задаю вопрос. Вот, что было с деньгами после того, как консультант взял их в руки? О каком поручении на оплате идет речь? Если человек поручил консультанту деньги отправить на счет, консультант... Да, совершенно так. Если человек поручил консультанту отправить деньги на счет, то консультант выполнил поручение человека. Каким образом он это сделал? Из своего кошелька, из соседского или еще из какого-то? Какое это имеет? Да вы не перебивайте, пожалуйста, людям же плохо будет, неудобно слушать. Да, людям удобно как раз слушать. Понимаете, им нравятся такие беседы. Каким образом консультант выполнил это поручение? Каким образом? Вот вы консультант. Ну, человек предоставит документы, каким образом он это поручение выполнил. Вопрос же в том, что вы пишете в исковом заявлении. Вы пишете в исковом заявлении, ну что, например, что неосновательное? Есть документы такие? Есть такие документы, о которых вы говорите? Ну вы же говорите, что вы там много дел ведете постоянно. Таких документов нет. У вас есть такие документы? Такие? У меня лично? Вы лично мне задаете вопрос? Ну да, я с вами общаюсь как с консультантом. Вы же консультант бывший. Я на личные вопросы не отвечаю, понимаете? Нет, я вас скажу. Я спрашиваю гипотетически, теоретически, что вы, как вы это... У меня все конкретно. Мы будем кто громче разговаривать или как? Нет, почему? Убедительность? Ну вы же... В чем убедительность ваша, если вы постоянно перебиваете? Ответьте на вопрос, как вы это видите. Если я вам предоставлю судебные решения... Да что ж такое-то, а? Если я вам предоставлю судебные решения, в которых будут написаны, что да, суд принял во внимание, что было исполнено поручение клиента на зачисление денежных средств на счет тогда, как вы это прокомментируете? Каким образом? Каким образом? Я же не тот вопрос вам задала. Я спросил, если я вам предоставлю такое судебное решение. Судебное решение конкретно связано с финансовой пирамидой под вывеской Гермес? Я не знаю, о каких финансовых пирамидах вы говорите до решения суда. Мы говорим о конкретном случае, связанной с конкретной пирамидой под вывеской Гермес. Есть ли у вас такая бумага? Вы называете раньше времени пирамидой то, что еще даже следствие не называет пирамидой и не собирается называть. Я поняла, что диалог вообще никак не получается. Андрей, можно я вас попрошу, пожалуйста, отключите Максиму микрофон и можно я просто тогда тоже скажу монолог, потому что на вопрос он не отвечает и постоянно перебивает. Можно с такой просьбой обратиться? Максим, давайте, да, чтобы базара не было, как-то чтобы у нас по очереди все-таки. Сейчас у меня отключите, одну секунду, я вам скажу, чтобы просто понимание было, да, и чтобы у всех было понимание. Вот вы сейчас, вот вы послушали этот диалог, и вы должны были увидеться в следующем. Когда разговор уходит в сторону, вот я всегда конкретизирую. Когда человек говорит о платежном поручении и не может соизмерить его с той ситуацией, о которой мы сейчас обсуждаем, ну это все пустой разговор, понимаете. Человек, представившись консультантом, берет ваши деньги в руки. Каким образом он выполняет это поручение? Каким образом он отправляет на счет? Гипотетически, да нету никакого платежного поручения. Еще раз говорю, ваши деньги там, где вы их оставили, то есть у того, кому вы их отдали или перевели. Можете не отключать? Спасибо большое. Так, Алена, говорите. Все, да, да, теперь я скажу. То, что Максим там задает одни и те же вопросы, ну, в принципе, дело не в том, что он задает вопросы, дело в том, что он перебивает и не дает сказать, у меня это крайне неприятно. Вот. Хочу я сказать, что судебная практика есть разная. Она есть действительно и в одну сторону, и в другую сторону. И судебные решения есть разные. И когда идет доказательство поручения на оплату, тогда суд принимает в сторону того, кто выполнил это поручение. Потому что это нормальная абсолютно устная форма сделала 9 Гражданского кодекса Российской Федерации. Там есть понятие устная сделка, что это такое. Когда люди между собой договорились без подписания каких-либо документов выполнить какие-то действия. И эти действия были исполнены. Это доказывается разными способами. В том числе там и переписка в соцсетях. Ну, много какими способами. В том числе это может быть доказано и наличием скриншотов, денег на этих счетах и так далее. То есть судебная практика есть разная. Действительно, к моему великому сожалению, очень многие люди просто не доходят до этого момента. То есть консультанты, я имею в виду, на которых подают какие-то примерно такие иски на неосновательные обогречения. Они доходят до этого момента и сами просто деньги отдают или еще что-то делают. Что лично я считаю вообще грубейшей ошибкой. Потому что консультант себе денег не присвоил. То есть никакого состава поступления в этом нет. Он их не оставил себе, не пошел на них себе, потому что квартиру машины не купил. Он выполнил исключительно поручение клиента. Это один момент. Второй момент. Клиент этими деньгами пользовался там какое-то время, не знаю, был доволен, там снимал проценты и так далее. Тогда как он все эти проценты, допустим, доходность какую-то снимал, он же их тоже получал точно таким же способом, да, то есть переводом либо там от физлица, либо он их получал банковским переводом. Ну, то есть то, что мы обсуждали в прошлый раз. Так вот, если он их получал банковским переводом, соответственно, это и есть доказательство того, что счастливительно был банковским. О чем мы говорили? А, ну, о том, что если человек получал эти денежные средства банковским каким-либо видом переводов, свифт, типа, ну, любым, на карту, там, хоть каким, который мы обсуждали в прошлый раз, соответственно, человек понимал, что денежные средства он получает на эту карту. И он этими деньгами пользовался. Значит, если он сейчас подъявляет какой-то иск консультанту, да, или какому-то физическому лицу, то это уже он вводит в суд в заблуждение. Третий момент, который я хочу сказать, ну, в общем, очень много разных вариантов, как этот вопрос может решиться. Понятно, нет смысла обсуждать вот прям каждую ситуацию в отдельности, да. Я хочу донести именно мысль до самих консультантов, которые сейчас вот сидят, боятся, что на них кто-то искит, когда еще что-то сделает. Теперь, говорю с точки зрения, вот смотрите, консультант, он что-то мог знать, чего не было в открытых источниках, он имел право управления, например, активами компании. У него есть какие-то достоверные данные о том, что это вот пирамиды, и что не было никаких инвестиций. Нет ведь все консультанты прекрасно понимали, что вот есть инвестиции, они видели такие же точно презентации, они точно такие же там видео интернет смотрели, они точно такой же договор читали, они точно так же его там подписывали. Причем подписать договор, это же не просто где-то там из-под полы договорились и все на этом. То есть устная форма сделки, это я имела в виду именно сам передача денег для зачисления их на счет. Вот это вот устная форма сделки. А то, что касается договора с какой-либо компанией, это именно письменный совершенно абсолютно договор, то есть на котором человек сам собственноручно ставит свою подпись, он дееспособный, он отдает себе отчет в этом, он прочитал этот договор, его все там устроило, он предоставлял там паспорт для виза, еще что-то. То есть он всеми своими действиями клиент подтверждал, что он сам хочет целенаправленно зачистить деньги на определенный счет. Соответственно, это было его открытое решение. И если даже какой-то консультант ему, например, помог с помощью внутреннего перевода этот счет активировать, значит, он исключительно выполнил волю клиента. Никакого события преступления в действиях консультанта нет. У консультантов нет никакой секретной информации, что они вот точно знали, что это пирамида, и их вокруг вводили в заблуждение. Нет никакой вины у консультанта, потому что консультант лично ни с кем клиентом никакого заключал. Он лично никакой гарантии надежности никому не давал. Все договорные отношения исключительно у компании и у человека, вот они между собой эти вопросы решают. Если сейчас идут какие-то претензии к консультанту, ну действительно такое бывает. И, ну, бывает, что будем говорить часто или редко, но тем не менее такое бывает. Так вот, позиция консультанта, он должен у себя в голове понимать следующее, что он-то точно был уверен в том, что это реально работающая компания. Он-то точно был уверен, что есть банковские переводы. Ему-то точно было известно, что он получает доходность. Он рассказывал только лишь о том продукте, которым пользовался сам. Не было ни одного консультанта, у которого у самого не было этого продукта, правильно? То есть он пользовался сам и рассказал товарищу там, какому-то соседу о том, что вот у меня есть такой счет, хочешь, ну я тебе расскажу, как это сделать. Соответственно, сам лично он не выполнил, соответственно, зато он выполнит компания, не выполнит, консультант этой ответственности несет. Очень важно, чтобы люди понимали, то есть, ну, консультанты, да, чтобы понимали именно это. Они говорили только то, что видели в своем глазе, и никого не вводили в обучение. Это очень важный момент. То есть если были какие-то другие версии, другие мнения, там есть вот другие видео, да, как только что нам Максим сказал, что есть видео на Ютубе с разбором, у каждого клиента, не клиента, у каждого человека была возможность изучить этот материал, у каждого человека была возможность полазить в интернете, найти разные там ролики, проверить наличие лицензий, перечитать 18 раз договор, сначала вдоль, потом поперек и так далее. Более того, после того, как договор был подписан, подписание договора еще не означает факт зачисления денег, это совершенно разные вещи. То есть даже когда ты подписал договор, у тебя еще была возможность 15 раз передумать, соответственно, если тебя какие-то условия не устроили, ты, ну, передумал. Это право человека, соответственно. Не надо делать сейчас каких-то недееспособных людей из всех клиентов. Они прекрасно понимали, чего они хотели. Они хотели иметь какой-то там пассивный доход, либо там, ну, заниматься, ну, то есть для чего они это делали? Для собственной выгоды. Они же это делали не для выгоды консультанта. И несмотря на то, кому лично в руки там они передали эти денежные средства, или еще как они это сделали, захотели они пойти заплатить комиссию банковскую там за инвойсы, или захотели скроить, да, деньги, то есть, ну, как поаккуратнее сказать, не делать лишних затрат даже для того, чтобы сделать зачисление без комиссии, для того, чтобы не ждать там две недели, когда эти денежные средства зачислятся, то многие действительно пользовались помощью друг друга. Помощь друг друга заключается в пи-ту-пи-обмене. То есть это честные договорные отношения, гражданско-правовые между двумя людьми, когда люди обмениваются тем, что у них есть. У одного есть, допустим, вот такой товар, у другого вот такой товар. Они договорились и обменялись. Условия этого договора были выполнены полностью. То есть один там перевел рубли, допустим, на карту, а другой перевел внутренние там евро или еще что-то, да, на внутренний счет компании. То, что говорить о том, что можно ли называть вообще вот это вот это просто циферки, если это просто циферки, и в них нет никакой ценности, тогда для чего человек хотел себе получить эти циферки, в которых нет никакой ценности? Говорить о том, что вводили в заблуждение именно консультанты, но если мы вспомним, да, ну, допустим, историю Набойченко, который рассказывал о том, что вот я 8 лет там работал, и мне даже в голову не приходило, что это пирамида, а консультантам что это приходило разве в голову? И консультантам это точно так же не приходило в голову. Они вообще никакой ответственности за это не несут. Если у вас вопросы, то есть человек сам заключил договор с компанией, вот пусть он с компанией и разбирается. Для того, чтобы было более понятно, да, мою точку зрения, я на всякий случай поясню, что я не говорю, что это пирамида, но я и не говорю, что это не пирамида. У всех были одинаковые основания для того, чтобы проверить, проверить данные в открытых источниках, для того, чтобы сделать свои собственные выводы. Кто-то решил, что да, я хочу у себя, вот такие цифры в кабинете. Кто-то решил, что нет, я не хочу. Кто-то, ну, просто ничего не решил. Но вот те, которые сначала решили, что я хочу, попросили, чтобы для них оказали эту услугу, чтобы там им не переплачивать за комиссии, за банковские, а теперь предъявляют претензии к консультанту, прекрасно понимая, что у консультанта этих денег нет. Вот это уже как раз на грани мошенничества. И в любом случае много, да, ходит разговоров о том, ну, там, пирамида, не пирамида. Пусть суд выясняет, пусть следствие выясняет, кто может сделать такое заключение до того, как хотя бы следствие закончилось, хотя бы судебные процессы какие-то идут. Никто не может сделать такое заключение, никто не может знать этого наверняка. Мы постоянно в чате об этом разговариваем, о том, что, ну, как бы, точно никто не знает. Мы думаем вот так, а может быть и вот так. То есть действительно достоверной информации об этом нет, и говорить об этом не стоит. Но у консультантов не было никаких оснований сомневаться в том, что это реально работающая компания, потому что они сами этим пользовались, они сами видели, что вот есть инвойсы, есть там карты UnionPay, потом что там PayPro, ну вот все-все-все процессы, о которых мы разговаривали. То есть они прекрасно это видели, и они об этом же и рассказывали, что вот я пользуюсь, я вот так вот так делаю. То, что люди принимали решение как-то по-другому это сделать, это их выбор, они имели на это право. И сейчас, когда вот эти вот клиенты какие-то, допустим, идут и пишут заявление на консультантов, а им не приходит в голову, что будет, допустим, решение суда, ну через какое-то время понятно, что это будет не завтра, то есть завершится уголовное дело, и суд не найдет никаких доказательств того, что действительно это пирамида, того, что были там какие-то левые выводы или еще что-нибудь. Ну вот допустим, будет такое решение о том, что нет, все, ну точнее, что эта пирамида уже так и так не будет такого решения, потому что даже следствие само от этой идеи отказалось, уже понятно, что там именно состава преступления пирамиды нету, да, 172.2 статья. Расследуют совершенно по другой статье сейчас вопрос. То есть, соответственно, и что тогда будет? И тогда вот тот человек, с которого взыскали неосновательное обогащение, допустим, он тогда уже будет иметь все основания подать в ответ иск на того, кому он перечислил деньги, за то, что с него взыскали неосновательно. На самом деле деньги на счетах есть. Либо, допустим, даже, ну, допустим, не результат там уголовного дела, не результаты суда, да, а, ну, допустим, начались выводы какие-то с этих там кабинетов. Начались, допустим, какие-то выводы. И человек, который уже там взыскали уже неосновательное обогащение, он уже как бы уже получил эти деньги от физлица, допустим, что еще хуже, да, если он их получил уже. И тут он понимает, что он вообще-то может свои деньги спокойненько вывести из кабинета. Тогда как он себя должен чувствовать? Где у него совесть должна в это время быть? Не важно это совершенно, ни для кого не важно. Причем он прекрасно понимает, что он на самом деле деньги передал с определенной целью. И если проблемы какие-то возникли у компании, то это проблемы не лично консультанта, не человека. Эти проблемы нужно решать между клиентом и между компанией. Поэтому я призываю, прям, да, обращаюсь ко всем, кто слышит этот созвон, ко всем консультантам, которые боятся, которые не понимают, которые начинают выплачивать. Не дай бог никому ничего не выплачивайте, потому что вы эти деньги себе не присвоили. Понимаете? Вы не совершили никакого преступления, никакого события преступления в ваших действиях нет. Вы все рассказали честно, то, что видели сами, то, во что верили сами. Если вас до этого ввели в заблуждение, то это не ваша вина. Вы сами лично никакого обмана не совершали, соответственно, никакого преступления не совершали. Положительная судебная практика есть. Вот так же, как тут Максим рекламирует, скажем так, услуги своей юридической компании, я точно так же вам могу ответственно заявить. Обращайтесь, найдите меня в личке. У нас тоже есть масса юристов из разных регионов, которые такие дела выигрывают в пользу именно консультантов, которые доказывают, что это было поручение на оплату, которые доказывают, что человек знает, что деньги лежат у него на счете, куда он их и просил завести, которые это все прекрасно обыгрывают, прекрасно выигрывают эти судебные заседания. Поэтому, пожалуйста, ничего не бойтесь, вы никого не обманули. Единственный, кто может знать, была это пирамида или не была, это Роман Викторович, соответственно. Вот он, наверное, знает, пирамида или не пирамида. А все консультанты, хоть они год в компании, хоть 5 лет, хоть 10, ну не 10, сколько, 8 лет, у них не было никаких других данных. Они регулярно видели отчеты компании, о которых Андрей часто говорит. Компания предоставляла отчеты, компания начисляла там проценты какие-то, компания делала выплаты, компания вводила разные способы оплаты. Поэтому у консультанта не было никаких оснований в этом сомневаться совершенно. Поэтому я вас призываю, ничего не бойтесь и никому ничего не отдавайте. И еще один момент, да, у меня тоже есть. Вот говорится о том, что Максим заявил о том, что да, мы взыщем, все, человек отдаст деньги. Но это к вопросу, если у него эти деньги есть, а если у него этих денег нет, если у него нет имущества, там, не знаю, это бабушка-пенсионерка, у нее доход одна пенсия, допустим, или еще что-то такое, то, соответственно, с чего она отдаст? Да ни с чего не отдаст. И то есть человек, даже если он выиграл суд, потому что бабушка-пенсионерка не догадалась там пойти к юристу, да, чтобы ее интересы защищали, допустим, даже если он выиграет суд, все, что он сделает, это он просто сделает гадость этой бабушке. И еще раз тоже заострю внимание на том, что никто из нас не знает, были инвестиции, не было инвестиций. Одни верят, что были, другие верят, что не было. Соответственно, каждый делает свои собственные выводы. Никто этого не знает, это все покажет время. Будут ли восстановлены выводы или не будут, все это покажет время. Но если лично я, лично моя позиция, если я буду выбирать между тем, чтобы быть... Сейчас выражу мысль как-нибудь помягче. Алена, а вы... Лучше, разрешите я договорю до конца, а потом вы... Я договорю, потом вы спросите. Я давайте договорю до конца, а потом вы оспорите. Мы же в диалоге, правильно находимся. Так вот, если я буду выбирать между тем, чтобы отстаивать интересы людей, на которых сейчас наезжают, с которых сейчас требуют вернуть какие-то деньги, которых они себе не присваивали, то я буду до конца отстаивать интересы именно этих людей. Если выбирать между совестью и, как, сволочизмом, ну не знаю, как сказать, ладно, давайте уберем это слово из записи. Допустим, если я буду... Лучше я останусь лохом, лучше я ошибаюсь, и лучше я не права, и действительно, да, меня обманули, и да, не было никаких инвестиций, но лучше я останусь лохом, но при этом совесть моя будет чиста. Я буду до конца бороться за интересы тех людей, которые не могли знать, что их обманывают, и которые ничего сами лично никак, они закон не нарушили абсолютно. Все, теперь я готова отвечать на ваши вопросы только по очереди. Отлично. Алена, смотрите, вот вы, во-первых, вы юрист? Я юрист. Очень интересно тогда ваше такое выражение. Вы не совершали никакое преступление. Причем здесь вообще преступление? Нет вообще такого понятия, как гражданское преступление. Есть гражданское правонарушение. Начнем с этого. Если вы юрист, очень странно, что вы в этих понятиях путаетесь. Или, может быть, вы сами считаете, что вы совершили больше, чем правонарушение, а преступление, потому что, ну, мошеннические действия, это, конечно, сложнее, и там это надо еще сложнее в доказательной базе и так далее. Это мы все как юристы, да, здесь, если вы юрист, мы понимаем. По поводу того, что можно оспорить предъявляемый иск, мы вам еще раз повторяем, что мы судимся давно, и очень часто консультанты работают с адвокатами. Нам ни разу не был предоставлен. Он не был здесь ни разу предоставлен в чате, например, хотя здесь сидит очень много консультантов. Ни разу не был предоставлен ни один платежный документ, который якобы там были, про какие-то карты UnionPay. На эту карту UnionPay могли также переводиться деньги со счетов, при чем здесь карта UnionPay вообще не ясна. И вот вы об этом обо всем говорите, потом вы начинаете так вот очень по-консультантски, очень так вот по-сектантски, вот эта вот манера манипуляции, когда говорите «нельзя быть сволочью», «нельзя, значит, у консультанта требовать свои деньги». Есть закон. Вы взяли чужие деньги, вы их приняли на свою карту из лица. Ну, в основном, я говорю не лично про вас, вы, наверное, были похитрее. Вы их приняли на свою карту из лица. И уже все остальное не имеет значения. То, что вы рассказываете, что там какие-то договора были, а вы здесь при чем к этим договорам? Каким боком? Договор у человека, если и был, то он был с компанией «Гермес». Вы здесь каким боком? Как консультант? Вы сотрудник компании «Гермес». У вас есть ли какие-то договорные отношения? Вы там получаете зарплату официально? Может быть, у вас есть какие-то документы, подтверждающие, что вы там работаете? У вас с этого ничего нет. Вы просто человек, который представляет… Я именно так и сказала. Я именно так и сказала, что человек сам лично, между консультантом и клиентом, никакого договора не было. Договор был только у клиента с компанией. Поэтому, если у него претензии к компании, пусть он разбирается с компанией. Нет, у него претензии к вам, как консультанту, которые вы его завели туда. У него претензии к вам, как консультанту, и деньги он передавал лично вам. Он даже не клиент же может не знать, а вы являетесь вообще… Какое вы вообще отношение к этой компании имеете? Почему у него должны быть претензии к компании? Он даже… Вы не имеете никакого отношения к компании. Вы кто в компании? Сотрудник, не знаю, там, генеральный директор, еще что-то. Вы в компании никто, вы никакого отношения к ней не имеете. А деньги клиент передавал вам. Понимаете, к чему я клоню? Я прекрасно понимаю, к чему вы клоните. Вы просто предлагаете без разбора списывать, то есть взыскивать, скажем так, деньги с консультантов и все. Вот вы к этому именно и ведете. А я именно говорю против этого, о том, что даже если были такие моменты, даже если были такие факты, консультант сам не знал, что деньги там куда-то не попадут. Он никого не обманул лично. Так в чем он виноват? Он ничего не должен. Он лично не обещал человеку, я тебе буду выплачивать проценты или доходность, или я пойду, понесу деньги в инвестиции, куплю акции. Он лично ничего подобного не обещал. Значит, ответствовать он за это не несет. Если клиент сам принял решение и захотел открыть себе какой-то кабинет, какой-то счет, какие-то увидеть волшебные цифры, значит, это было его решение. Вот пусть он сам за свои решения и отвечает. Почему консультанты должны за это отвечать? Алена, смотрите, во-первых, вы говорите, что консультант значит, никакой ответственности не несет. Но это только в ваших фантазиях, потому что по закону Российской Федерации, если он принял деньги на свою карту, либо он их взял в руки, он ответственность несет, потому что вы у человека приняли деньги. Это первое. Второе. Когда говорите, консультант не виноват, он сам не знал, его самого ввели заблуждение, он сам там что-то непонятно что, у нас нередки такие случаи, когда мы подаем иски по цепочке к вышестоящим. То есть к тем людям, которые на привлечении в пирамиду, это люди там высших уровней, которые на привлечении в пирамиду зарабатывали огромные деньги. Мы просто по цепочке подаем иски дальше-дальше. То есть мы подаем на одного консультанта, этот консультант возвращает деньги, этот же консультант подает на вышестоящего консультанта, и по цепочке прекрасно это все раскручивается. И доходит до вышестоящих консультантов, которые также по закону Российской Федерации обязаны отдать деньги. У них очень много уже денег, они очень много заработали, поэтому есть из чего отдавать в основном, если они, конечно, непрофессиональные мошенники и уже все не попрятали. Ну, такое тоже, к сожалению, случается, что греха таить. И, в общем, все, что я хотела сказать. Вообще, о чем вы говорите, о какой совести? То есть вы, когда привлекали людей, получали за это гонорары, вы про совесть не вспоминаете. И сейчас вы говорите, а мы тут ни при чем. А я тут вот к совести взываю, юристы такие сволочи, адвокаты такие сволочи, они, значит... Переворачивайте, я такого не говорила. В каждой профессии есть замечательные люди и есть сволочи. Так, я не про каждую профессию, я говорю конкретно про компанию Гермес. Вы говорите, что не нужно заниматься сволочизмом. Это цитата вообще ваша. Вы потом сказали, ну, наверное, это не то слово, но вы сказали именно это, что не нужно заниматься сволочизмом и взыскивать деньги из несчастных консультантов. Напоминаю, несчастные консультанты получали гонорары. Именно поэтому они привлекали в пирамиду. Ну, во-первых, если вы все-таки позиционируете себя как юрист, то вы должны хотя бы примерно, да, понимать, что назвать организацию пирамидой можно только после решения суда. Ну, ладно, это так. Лирика, потому что вы постоянно этим занимаетесь, уже я на это не обращаю внимания. Я говорю о том, что человек принимал осознанное решение, и он сам понимал, что он хочет сделать там, открыть счет, положить на него деньги, зачислить, ими попользоваться, а потом он предъявляет претензии к кому-то ищет крайних. Вот это именно, этот процесс я называю сволочизмом, понимаете? А совершенно не тот процесс, что какие-то юристы ему в этом помогают. Юристы просто работают за деньги. У него есть заказ, он выполняет. Так я вас спрашиваю, если вы брали деньги у человека, и вы считаете, что вас ввели в саму в заблаждение, и вы вообще невиновны, так почему вам не подать в суд на вышестоящего консультанта и точно так же с него не взыскать деньги? Почему нет? Потому что вы честная и порядочная, ну тогда с вас просто взыщут, и все, и на этом все закончится. Ну, во-первых, на личные вопросы я не отвечаю, еще раз говорю. Все, о чем я говорю, я говорю с точки зрения третьих лиц. Поэтому говорить, что вы ввели, с меня лично взыщут, или еще что-то, это, скажем так, сильно преждевременно. Я тоже, к примеру, привожу вас как третье лицо. То есть я вас лично не знаю, вас, может, и не взыщут, не знаю. Может быть, вы как-то сможете убедить тех, кого вы завели в эту организацию, что все будет хорошо и так далее, или убедить их не подавать иски. Я без понятия. Я вас тоже использую как третье лицо. Ну, хорошо. То есть мы понимаем, что разговор идет просто о третьем лице, о каком-либо консультанте. Не важно, без имена, фамилии, просто о каком-либо консультанте. Так вот, когда человек заключал договор, это было его осознанное решение. Почему сейчас нужно искать каких-то виноватых в этом? У него что, не было возможности забрать назад свои деньги? Он что, если он передумал, если он испугался, планы на жизнь изменились, он что, не мог получить их обратно? Мог. Но он этого не делал. Потому что он нравился получать доход. Подождите, а как он должен был забрать деньги? Я ничего не поняла. Как у нас, в смысле, как должен был забрать? Деньги 24 на 7. А сейчас считаются закреплены. У нас, мы занимаемся с какого года вот этими всеми делами, и деньги уже были недоступны, уже невозможно было сделать никакой вывод. И вывод, опять же, делается. Насчет выводов, кстати. Вывод делается за счет того, что вам приходят деньги на вашу личную карту от другого физлеца, которому продали вашу внутрянку. То есть вы потенциально попадаете также под иск о неосновательном обогащении. Что 24 на 7? Консультанты обещали, что будут деньги доступны 24 на 7. Да, но они недоступны. Потому что, ну, понятно, почему. Как бы всем понятно, почему они недоступны. Просто консультанты пытаются вас убедить сейчас, что все будет и так далее, и доходность там какая-то начисляется. Но по факту этого ничего нет, и этого не будет. Единственный путь – это подавать иск. Потому что даже если вам кто-то, если вашу внутрянку, консультанты под угрозами перепродаст кому-то, и вам вернутся ваши деньги от третьего лица, то на вас потом также подадут иск о неосновательном обогащении. Вот вы опять одну и ту же дезинформацию гоняете по кругу. Вы говорите о том, что не было никаких банковских выводов, и что получали только от физлиц. Ну, не только от физлиц. Да, это было распространено, но не только. А у вас где документы? У вас где хоть один документ? Вот вы отрицаете абсолютно все документы, когда люди по-честному… У меня тоже есть. У нас есть много документов. Где? У меня тоже есть много документов. Хорошо пришлю. Хорошо пришлю. Хорошо. Мы ждем инвойс. Спасибо. Не инвойс, а решение судов. Вы же решение судов считаете документами или нет? Нет, смотрите. По поводу решения судов. Я могу сказать, что, конечно же, в суде всегда борются две стороны. И нередко, и у нас тоже. Бывает, что не с первого раза мы выигрываем суд. И бывает, что у нас есть премия с противоположной стороной. Но, тем не менее, в конечном итоге суд всегда склоняется на нашу сторону. Потому что у нас очень хорошая всегда доказательная база. Это первое. У нас тоже очень хорошая доказательная база, и суд склоняется на нашу сторону. любой суд это всегда противостояние двух юристов в любом случае я жду доказательства того что был к делам хоть один перевод вам или не вам или какому-то человек что я говорю скажу хватит вам спорить обид мы для этого и собрались почему а что чем предлагаете заниматься закончить звонок или что или вам слово надо дать нет одно и то же уже сколько времени дать и другим чё доска нет подождите как раз и интересно два квалифицированных юриста отстаивают свою точку зрения считаю это полезно послушать пожалуйста продолжайте я жду от алены решения судов и жду от алены то что суды могли быть выиграны консультантами при хорошем адвокате я я тоже в принципе к теории как бы знаю как можно выиграть точнее защитить своего доверителя значит суде по иску о невосновательном обогащении я тоже это знаю как мне как юрист не надо там это доказать и так далее но все-таки я жду решения судов и жду от Алены очень сильно и жду от любого консультанта хоть один документ подтверждающий что когда-то производились выплаты непосредственно из компании на счета физлиц процент или как это там называется неважно ни одного такого документа пока еще не показали показали какие-то карты union при чем тут карты union pay у меня тоже есть карты union pay на нее также можно сделать перевод от лица ей можно расплачиваться в магазине причем тут карты union pay ну вы любые документы вообще любые вот чтобы вам не предоставляли вы все отрицаете вот я уточнила решение суда вы будете считать документом нет я еще про решение суда это отдельная тема я вам сейчас вы говорите что мы на основании документов что мы делали перевод в компанию непосредственно и что мы из компании делали какой-то перевод на и из компании нам приходили какие-то денежные средства я не знаю как это как это вообще называлось компании дивиденды или как как компания проценты выплачивал и что это вообще такое если люди которые занимаются инвестициями это вообще даже звучит смешно потому что есть акции есть облигации есть портфели и это все очень разные вещи и там все очень четко прописано как что называется и вообще как что начисляется и вот эти вот какие-то сказки что приходили какие-то проценты это вообще но это просто смешно но это ладно по поводу документов где хоть один документ что непосредственно переводы осуществлялись из компанию так называемые проценты начислялись на карту из компании не от пизлита из компании есть хоть один документ подтверждающий как вас зовут извините я не вижу айза айза очень при этом не неудобно просто общаться без имени я поэтому спросила айза любые документы о том были ли переводы в компанию или от компании или не было если нам с вами где-то доведется встретиться в суде то они будут предоставлены больше суда в чат нет никакого смысла их предоставлять их уже скидывали не знаю сколько человек и вы все равно каждый раз отца эти что нет это не выписка из банка но теоретически человек может сходить в банк и взять выписку просто ему лень это делать а вот когда он ходит до суда тогда он может это сделать это будет абсолютнейшим аргументом того что деньги перечислялись не только от физических лиц но я считаю что вот этот действительно спор как правильно уже сказал собит просто ну просто спор то есть давайте если мы с вами когда-то встретиться в суде значит мы там встретимся вы сказали все что вы хотели сказать в принципе я сказала все что я хотела сказать алена алена я вас перебью то есть вы опять сейчас сливаетесь со спорой говорите если бы да кабы тут что-то предоставили в чате не было предоставлено на мои вопросы ни одного документа был предоставлен и какой-то непонятный инвойс которым черным по белому написано оплата за образовательные услуги это не является никакой доказательных никто не говорит что это инвестиции это оплата по договору номер договора есть в квитанции номер договоров квитанции условия договора в договоре человек отправляет деньги на инвестиции он вам передает чтобы вы их инвестировали а при чем здесь образовательные услуги и как связано вообще два этих направления учитывая договор почитайте они там связано договор почитать они там связаны а если вы юрист тогда может ответить еще на вопрос как компания без лицензии оптовая может заниматься инвестициями вот опять же те же вопросы по кругу гоняется нет я не я не буду отвечать на этот вопрос я не отвечаю за компанию пусть компания за этот вопрос отвечает я действую в интересах людей понимаете меня интересует позиция людей человек что видел в договоре то и говорил что видел на презентациях то и говорил что щупал своими собственными руками то и говорил он мог проверять лицензии мог не проверять лицензии человек не отвечает за то есть у компании лицензии или нету он не несет за это никакой ответственности за это отвечает компания поэтому все вопросы компании задавайте в компанию. Так вы отношения к компании-то не имеете. А деньги, тем не менее, вы принимаете на свои реквизиты. То есть вы не видите в этом никакого противоречия, да? Как юрист прежде всего. Я не вижу никакого противоречия в том, чтобы выполнить поручение человека. Абсолютно никакого противоречия в этом не вижу. Совершенно. Глава 9 гражданского кодекса «Устная форма сделки». Пожалуйста, люди договорились и поменялись на тех условиях, которые устроили их обоих. Все условия этого договора были выполнены. Одни договорились, что давай ты меня переведёшь сюда, и я тебе переведу сюда. Они эти условия выполнили. Если потом появились какие-то претензии к компании или ещё куда-то, то надо разбираться дальше с компанией, но не с тем человеком, с которым все договорные отношения были выполнены. Абсолютно, как юрист я вам об этом говорила. Вы не выполнили договорные отношения, как вы их выполнили? Перевели на карту другому физлицу, вышестоящему консультанту или директору, или как там называется это все. Так вы их выполнили? Мы только что-то обсудили, вы то же самое опять спрашиваете. Можно вопрос задать? Один и тот же вопрос, бесполезно. Потому что вы не отвечаете на вопрос. Если бы вы ответили хоть раз на него, вы говорите, я выполнила все обязательства устного договора. Но вы не выполнили его. В обязательстве устного договора вы устно договорились о том, что вы инвестируете с 20-ти процентной или 30-ти процентной доходностью в валюте. Обязательства в договоре были исключительно в запислении денег и средств на определенный счет. Других никаких договоров между физическими лицами не было. Все остальные договорные отношения были у физического лица с компанией. Все, я перестаю слушать, но хватит уже одно и то же спрашивать. Вам уже 100-500 всяких чеков предоставили, а вы все равно говорите, что этого не было. Ну, значит, если мы встретимся в суде, значит, будем это обсуждать с помощью документов для суда. А я в чате. Вы же сказали, что вы в чате все предоставили. Я только о решениях суда говорила. Больше ни о чем не говорила. Все остальное вы сами придумали, сами как-то поняли, и сейчас это как факт преподносите. Ну, потому что вам нечего сказать, что вы давно уже сказала, лично у меня их нет, своих собственных. Они были у других людей из чата. И мне это уже все обсуждали. Я говорила, что если бы у меня были свои собственные, я бы их предоставила. Своих собственных у меня нет. Разглашением персональных данных я не занимаюсь. Если люди сами захотят, не поленятся, пойдут, заморочатся, возьмут выписку из банка, тогда они предоставят, если захотят. Если они захотят, что-либо вам вообще доказывать. Андрей, а можно вас тогда попросить? Рассаленая опять уходит от ответа. Я бы хотела вас тогда попросить. Вы же, это же ваш чат. У вас же тут все, значит, картиночки подбиты. Вы можете тогда предоставить эти документы, которые якобы неоднократно скидывались в чат? Ну, я могу попросить. Дело в том, что у меня у самого карты UnionPay не было. Мы говорим не про карту, Андрей. Карты UnionPay у меня есть тоже, хотя я вообще никакого отношения клик не имею. Мы говорим про документы, подтверждающие, что перевод был совершен непосредственно в инвестиционную компанию, на инвестиционный счет, либо про документы, которые подтверждают начисление доходности из инвестиционной компании непосредственно на карту Физлица. Секунду, смотрите. Во-первых, вы сами говорите, в договоре прописано, что это образовательные услуги. Алена же сказала, что в договоре не это прописано. Алена, прокомментируйте. Нет, ну а там... Я не так сказала. Я сказала, что там два пункта. Прочитайте договор, и вы поймете, о чем я говорю. А в квитанциях указан именно номер договора, по которому произведен какой-либо платеж. То есть, ввод и либо вывод, соответственно. Номер договора. А все условия прописаны в условиях договора. Читайте договор. Вот куда. Андрей, я... По условиям договора. Как еще раз сказать? Вы предоставьте, пожалуйста, хоть один документ платежный. Платежный документ, который подтверждает, что деньги были перечислены непосредственно в инвестиционную компанию на инвестиции не за образовательные услуги. Есть масса подтверждений, что деньги по договору определенному были переведены либо туда, либо оттуда. А вы хотите именно, чтобы там было написано инвестиционное? Вас вот этот вопрос интересует? Что значит, либо туда, либо... Вам надо слово инвестиции увидеть в квитанции или как? В платежном документе, в платежном поручении, я как человек, занимающийся бизнесом, вам могу сказать, что в платежном поручении всегда указывается, за что клиент платит деньги. Если там указаны образовательные услуги, значит, он оплатил образовательные услуги. Он не инвестировал ничего, он просто оплатил образовательные услуги. Ален, вопрос... С этим никто не спорит. Секунду, секунду. Тогда получается еще раз, что инвестиций не было, потому что вы просто оплатили образовательные услуги. По этим инвойкам еще тем... Получается, что вы делаете такие выводы. Масса людей, которые захотели в этом участвовать, сделали другие выводы. Каждый человек сам делает свои собственные выводы. Вот вы решили, что это образовательные услуги, и что они вам... Да не перебивайте меня, пожалуйста. Вы сделали вывод, что вам такие услуги образовательные не нужны, и вы не стали заключать такой договор. А кто-то решил, что ему нужны, и заключил такой договор. Каждый делает свой выбор самостоятельно. Так вы преподносили это как инвестиции, а продавали образовательные услуги по факту. Но тут уж извините, как бы вы как юрист должны понимать, чем попахивает. Я прекрасно понимаю, что и чем попахивает, потому что в договоре все это четко прописано. Человек не слепой, не глухой, он дееспособный, он читает условия договора, он понимает, что он делает, и для чего он это хочет сделать. Вот вы опять сейчас по кругу все то же самое гоняете. Если у вас есть новые какие-то вопросы, либо новые аргументы, давайте мы их обсудим. Старые уже больше обсуждать нет смысла никакого, мы это уже обсудили. Это и есть, Алена, все аргументы, которые... Во-первых, вы компания, о которой вы постоянно тут говорите про какой-то договор, вы как консультант никакого отношения к этой компании вообще не имеете. И вы деньги принимали на свои реквизиты, в вашей карте физлица. И это и является доказательством ваших противоправных действий, что рассказывая человеку про инвестиции, вы принимали деньги либо на свою карту, либо подсовывали ему договор с какой-то непонятной компанией, к которой вы не имеете никакого отношения, на образовательные услуги. Это и доказывает, что вы у человека, вводя его в заблуждение, выманили деньги. Понимаете? Это и доказывает факт неотвращения. Здесь уже я сейчас вас буду перебивать, я вас буду перебивать. Лично консультант какой-то хоть договор заключал с клиентом? Нет. Тогда о чем вы говорите, что лично консультант ввел в заблуждение, сказал что-то не то, он ему дополнительно... Они дополнительно расписку, что ли, составили эти два физических лица между собой, что я тебе гарантирую, что будут инвестиции, гарантирую тебе вот такой доход? Не было никогда таких расписок. Ну, может, у кого-то были, конечно, не буду отрицать. То есть, понимаете, лично человек ничего не обещал. Он никакие договора не заключал. Все договора, которые были, только исключительно с компанией. Алена, услышите меня, консультант принял деньги на свои реквизиты. Опять же, вы говорите, что договоров не заключал, есть переписки, которые материально доверяются. Вы же это прекрасно понимаете. Я прекрасно понимаю, что есть переписки, в которых заверяется желание человека сделать такой определенный вклад, счет, куда-то еще, заключить договор. Что человек сам это делал, это было его осознанное решение. Если это было его осознанное решение, то при чем тут консультант? Алена, в этих переписках заверяется... Ну, вот вы мне говорите, что я ошибаюсь, а я вам говорю, что вы ошибаетесь. Я вам сказала сразу, что судебная практика есть разная и такая, и такая. Судебная практика есть двухсторонняя. В этих переписках заверяется нежелание человека инвестировать, а в этих переписках заявляют, что вы ему преподносите это как инвестиции, а по факту принимаете деньги на свою карту, либо наличными, либо в какие-то непонятные инвойцы и так далее. По факту... Это какой, например, текст в переписке? Какой, например, текст должен быть в переписке, где человек ему обещает, что он будет инвестировать? Ну, консультант, где клиенту обещает, что он будет инвестировать. Ну, Алена, если вы матерый пирамидчик, и вы ведете переписку так, что вы ничего клиенту не обещаете, и просто он вам говорит привет в переписке, а потом сразу же переводит деньги, ну, может быть, в суде как-то вы сможете отбрехаться. А если вы ведете переписку и клиента своего, как это назвать, покорректнее, ну, обрабатываете, скажем так, и предлагаете ему, значит, инвестировать в компанию Гермес, ну, там все очевидно. Вы ему предлагаете инвестировать, обещаете ему баснословные проценты, доходность и так далее, а по факту, что у нас оказывается, что вам просто... Ну, я опять прихожу к выводу, просто я опять прихожу к одному и тому же выводу, понимаете? Вы когда идете в суд, значит, у вас есть переписки, в которых написано, что ему консультант предлагал инвестировать, тогда, может быть, и есть шанс выиграть такой вопрос. А если есть переписка, в которой есть четкое желание клиента, пожалуйста, перечисли мне деньги вот туда, я хочу открыть этот договор, значит, шанс у меня выиграть этот суд. Но если вам попадется плохой оппонент в суде, то, да, наверное, у вас есть шанс. А если хороший, то очень сомнительный. Вы сейчас перешли уже, девчонки, извиняюсь за выражение наличности. Одна доказывает, второй то, что не понимает вообще, как работает сетевая компания. Если вы покупали у компании цептор кастрюлю и не умеете готовить, вы будете претензией предъявлять кому? К повару, который не умеет готовить, или компания, которая продала кастрюлю? Так, кто там говорит? Здесь вообще у нас тема другая у нас вообще. Мы собрались по новостям компании. А при чем здесь МЛМ и вообще консультанты? А как работают сетевые компании, как работают консультанты? Вам же это же должно быть знакомо как юристу. А при чем здесь вообще сетевая компания и ваша инвестиционная? Вы сначала разберитесь, как работает, как компания Гермес работает с клиентами. Ну вот юрист, вы же разберитесь, прежде чем задавать вопросы. Вы хотите просто, чтобы вам на блюдечке все преподнесли. Вы от темы уходите. Вы сейчас пытаетесь струклировать с темой. И мне рассказать, что я не знаю, как работают сетевые компании. При чем здесь сетевая компания? Ну вот у меня, слушая вас, у меня сладко такое впечатление, что вы горе-юрист. Вы просто-напросто не понимаете, как работают сетевые компании. Хотите, чтобы вам на блюдечке преподнесли все факты. А вы... Евгений, какие факты? Мы спорим про то, как... Да вы спорите ни о чем. Подождите, консультант клиенту деньги завел на счет. Консультант деньги на счет завел клиент. На какой счет? Хорошо. На Гермес. Ну на любой, на Гермес. Как он, каким образом он туда его завел? Вас не должно интересовать, как он завел. Деньги на счет поступили? Деньги на счет поступили клиенту. Деньги на счет клиента поступили, консультант свои обязательства выполнил. Каким образом? Может, он благотворительностью занялся и свои деньги консультанту, клиенту на счет завел. Занялся благотворительностью. Вот он свои личные деньги, например, перевел клиенту. Хорошо, Евгений, попробуйте в суде это привести как аргумент. что вы занялись благотворительностью, что вы в какой-то гермес там отправили, непонятно. Вам карты, деньги переводили на ваши личные реквизиты, причем здесь у вас не знают. Мне деньги на карты никто никому не приводил. Я вообще говорю, что вы пытаетесь... Хорошо, наличные, деньги, я про консультантов говорю. Не наличные, при чем тут наличные? Не подавались наличные. Нет, какие наличные, никто наличные не брал. Клиенту на счет деньги попали, клиенту деньги на счет поступили. Еще раз, клиент, деньги... Извините, пожалуйста, что вмешает в этот прекрасный разговор, Азия. Подождите секундочку, пожалуйста, да, с мужчиной поговорим. Есть вообще кто-нибудь в чате, кто переводил деньги на карту консультантов или передавал наличными? Вот сейчас в беседе есть кто-нибудь? Есть такие. Подскажите, пожалуйста, что вам рассказывали, вот мужчина, какую историю вам рассказывали перед тем, как вы согласились сделать на карту перевод? Это и рассказывает, что это компания фестиционная, 20% дохода будет, что деньги доступны 24 на 7. А как вам аргументировали, что перевод на сделан на карту консультанта? Ну, очевидно, что никак не аргументировали, просто человек на доверие перевел, потому что не очень понимает, как это работает. Вот как вам консультант это преподнес, что, под каким соусом, что деньги нужно перевести ему на карту или отдать наличными? Предоставили мне номер телефона, я поэтому номер телефона перевел на Сбербанк. На Сбербанк, другому физлицу. А как вам это преподнесли? Почему надо на Сбербанк другому физлицу переводить? Потому что он мне внутрянку завел на мой личный кабинет. Ну, понятно, что внутрянка ведь это не деньги. А как вам преподнесли, что вам перевод другому физлицу нужно делать? Подождите, пожалуйста, Сабит, вы считали внутрянку деньгами, и ваш консультант тоже считал внутрянку деньгами? Сабит, это к вам вопрос. Вы оба считали это деньгами, и решили поменяться на взаимовыгодных условиях, правильно? Деньгами я это не считал. А чем вы это считали? Именно внутреннюю валюту, которая двигается внутри. Ну, по крайней мере, хорошо, пусть это будет внутренняя валюта, которая имеет определенную ценность. Вот так больше похоже. Она не имеет никакой ценности. Внутренняя валюта существует в рамках финансов. Человек понимал ценность этой внутренней валюты? А на каком основании Сабит мог посчитать, что у нее есть ценность? Его консультант в этом убедил? А под каким соусом? Я спрашиваю, что думал сам Сабит. Я не спрашиваю, что думал консультант. Я спрашиваю, что сам Сабит думал. Консультант вам это преподнес. Вот Алена, она говорит, что консультанты не виноваты. Их тоже ввели в заблуждение. То есть всех консультантов, которые при деньгах в том числе... Так, простите, я не так сказала. Я не сказала, что всех консультантов ввели в заблуждение. Я не сказала, что я считаю это пирамидой. Не надо сейчас переворачивать мои слова. Я сказала, что ни у кого нет достоверных сведений об этом. И даже если выяснится, что действительно это все пирамида, например, если будут такие доказательства предоставлены, значит все консультанты сами откровенно заблуждались. Не знали, что нет инвестиций. Ни один консультант не знал, что инвестиций нет. Вот именно так я об этом и говорю. И до сих пор никто не знает, были инвестиции или не было. То есть в том числе те консультанты, которые, например, получали деньги с Абита на свою карту и при деньгах остались, они тоже этого не знали? Они обменяли с ним ценностью своей, другой, внутренней валютой. Значит, Абита, смотрите, я вам просто объясняю. Ответьте мне просто на вопрос, как вам преподнесли, что перевод нужно сделать на карту физлица? То есть вы сэкономите на процентах. То есть вот какая аргументация была? А другого ничего у них и не было, только внутрянка. По-другому никак не заводилось. Нет, то есть вам объяснили, почему таким образом деньги заводятся? То есть как это преподнесли? Вот есть консультанты, которые говорят, ну мы так делаем, чтобы не платить налоги. То есть это такая очень известная мулька. Есть много видео с такой мулькой на всяких конгрессах и так далее. Снятые на телефон в том числе. Выкладывалось неоднократно. Вот вам что-то подобное говорили? По-другому мне ни к чему. Никакую платежную систему не предоставляли, сказали, что нужно перевести в тому-то человеку, он не переведет внутрянку. А он вам переведет внутрянку. Все, то есть вам сразу сказали, переводите деньги в физику, правильно? Деньги переводим в физику. А так и будут. Да, то есть доступ к деньгам 24 на 7, я правильно говорю, инвестиционная компания, правильно? Да, да, именно так. Я и директор уже перевел. И деньги переводим на карту без лица. Я вас понял. Деньги переводим на карту без лица. А есть кто наличные передавал в чате? Вот девушка там была. А можно еще вопрос Сабиту задать? Давайте задать. Сабит, скажите, пожалуйста. Но потом девушке. Сабит, скажите, пожалуйста, а вы свой вообще кабинет личный видели? Вы имели возможность у него попасть, вот посмотреть, что там находится? Есть ли там деньги? Вы видели их? Ну ладно, хорошо, внутренняя валюта. Вы ее видели на своем счете? Внутренняя валюта – это не деньги. Я что видел? Как и вы, наверное. Циферка видели на экране. То есть вы ее видели? А вы видели, что там были кнопочки вывод, да, и варианты? Банковская карта, либо внутренний перевод. Вы их вариант там видел, но они же не работали, кнопки эти. Да, они не работали. А вы пробовали хоть раз, они работали? Ой, как, у кого и кнопки не работали, оказывается. А вот девушка, вы на личном передавали, или все-таки у вас перевод был на карту? Нет, у меня перевод был физическому лицу. А вам что рассказали? Можете рассказать в карте? Мне рассказали, что была система. Я зашла в июле 2021 года, и тогда мне, получается, в июле я зашла, и в ноябре все выплаты прекратились. Мне тогда объясняли, что были карты, были переводы непосредственно в компанию Гермес. Но там сейчас, на данный момент, ну, в июле месяце, были трудности с переводами, и поэтому нужно переводить на карту физических лет. Что это все восстановится, все это утрясется, и будем пользоваться также картами и переводить непосредственно в компании инвестиционные. А вывод, так называемый, вы делали? Вывод нет. Я зашла в июле, и в ноябре, уже когда я хотела вывести, в начале декабря, когда я поняла, что это все начали выводить в обменниках, там уже вывод невозможно был. Вот я сейчас скажу, это будет не лишним. Я и подскажу, это будет не лишним. Потом вышел ролик, я потом Андрею скину, если будет нужным, он вам его покажет, он в открытом доступе. И ролик называется «Если никто не приобретет вашу внутрянку». То есть я консультантам задавал вопрос, там такая долгая дискуссия. Да, то есть консультант говорит, что евро настоящее, я ему объясняю, что внутрянка – это не деньги. Соответственно, он пытается приводить глухие примеры, вот как Андрей Таран про бананы и ананасы рассказывал, там выше можете в чате почитать, да, эту историю. А потом он говорил, что это не он все говорил. Вот, соответственно, вот еще раз говорю, я обсуждал с консультантом с очередным вопросом, если внутрянку никто не хочет у вас забрать, что отвечал консультант? Такого не может быть. Да, так и говорили, такого не может быть. И счета открывают на вечность, передается по наследству, внукам. А вы даже не знаете, что такое счет, и такой счет может открыть только банк. То есть манипулировали вашей безграмотностью, понимаете? Да, я была безграмотна. И к чему в итоге это привело? Вы свои деньги реально отправили кому-то, а он скинул свою внутрянку. А что такое внутрянка? Это циферки на экране. Теперь я выплачиваю ютубанку. Я думаю, что если есть айтишники здесь, можно сделать сайт с личным кабинетом и циферками на экране. Вот у вас будет манипуляция какая-то, что у вас что-то есть. Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны.